МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельный выпуск новостей на телеканале Альфа-Раби. И с вами я, Чингисхан Медербек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4-14 апреля в ходе фарабьевских чтений среди всех факультетов прошел ряд различных мероприятий. В связи с этим в зале ректората было проведено отчетное заседание. Далее в следующем сюжете. Заключительную встречу открыл ректор университета Галымка Ермутанов. Деканы факультета в свою очередь дали отчет всех проведенных мероприятий. К концу вечера ценными подарками были награждены преподаватели, признанные как лучшие молодые ученые университета по научно-инновационному направлению. Лунара Канаш, Айдар Курдубаев, телеканал Альфа-Раби. 15 апреля в библиотеке Альфа-Раби состоялась научно-практическая конференция под названием «Наследие Алаш», посвященная 150-летию Алихана Букиханова, одной из величайших фигур в истории тюркского мира, основателя и лидера национально-освободительного движения Алаш. Вместе с этим состоялась презентация журнала Айхаб. Подробнее узнаете в материале нашего корреспондента. В данном мероприятии приняли участие госсекретарь Республики Казахстан Гульшара Абдикалыкова, Акимгорода Алматы Бауржан Байбек, а также председатель Союза писателей Казахстана Нарлан Оразалин и другие заинтересованные лица. В ходе конференции, целью которой являлось прославление исторического наследия великих предводителей национально-освободительного движения, их вклад в науку и культуру, доктора и академики выступили со своими докладами. Наряду с этим состоялась презентация журнала Айкаб. Основателем и редактором журнала является публицист Мухаммеджан Сиралин. Айкаб – общественно-политический художественно-литературный журнал, вышедший в свет в 1911 году. С января 1911 года до июля 1915 года этот журнал выходил под руководством Мухаммеджана Сиралина в 88 экземплярах. С января 1911 года до июля 1915 года этот журнал выходил под руководством Мухаммеджана Сиралина в 88 экземплярах. Были опубликованы работы Сакена Сейфулина, Бимбета Майлина и других деятелей. Журнал защищал интересы простых граждан, в своих публикациях призывал народ к образованию и развитию. Также сыграл значительную роль в развитии литературного казахского языка. По причинам жесткой цензуры журнал закрылся в 1915 году. В 2012 году в июле под руководством Когабая Сарсикеева были изданы 10 номеров журнала. Итак, в апреле этого года журнал возобновился и продолжил работу под руководством Казну, где главным редактором является ректор Галанкаир Мутанов. Журнал издается 4 раза в год. Аликен оставил после себя бесценное наследие. В нем каждый найдет для себя что-то нужное. Он и политик, и ученый. Самое интересное то, что он хотел, чтобы сельское хозяйство и педагогика вошли в дисциплины вуза. Без этого мы бы не смогли развиваться дальше. И вот исполнилась его заветная мечта. В Казну состоялся международный студенческий форум по стратегии Нурсултана Абишевича Назарбаева «Устойчивое развитие всемирной энергоэкологии 21 века». Далее продолжит наш корреспондент. Кафедра ЮНЕСКО и факультет географии и природопользования совметы с молодежным комитетом организовал мероприятие, главной целью которого являлось призвать студентов и молодых ученых принять участие в проекте «Зеленая экономика», а также поделиться опытом в плане начинаний по устойчивому развитию экологии. Данное мероприятие проходило по трем направлениям. Социальные проекты по устойчивому развитию и проблемы формирования у студентов экологической культуры. Устойчивое развитие в контексте «Зеленой экономики», особо охраняемые зоны, переход на «Зеленую экономику», наукообразование и производство. На церемонии закрытия форума была предложена резолюция, а также общественный фонд «Жан-Дануа Лима» вручил подарки студентам за лучшие работы. Манки Асель, Айдар Куртубаев, телеканал «Альфараби». 16 апреля в казну с большим размахом отпраздновали День весеннего равноденствия. В нем приняли участие консулы посольства таких стран, как Китай, США, Турция, Иран, Испания, Франция, Корея, Индия и другие. А также представители организации ООН и Эската. Подробнее расскажет наш коллега. Перед началом самого праздника гости из других стран начали знакомиться с студенческим кампусом казну. Сперва они посетили Центр обслуживания студентов Керемет. Затем зашли на недавно построенный 25-метровый бассейн. После знакомств со студенческим городком иностранные гости в знак дружеских отношений между нашими странами посадили деревья. Я хотел поздравить вас с великим весенним праздником. Я надеюсь, что этот праздник принесет мир, счастье и благополучие. Ректор университета Галымка Ермутанов от всего сердца поздравил всех собравшихся гостей с замечательным праздником Наурыз и пожелал всего самого наилучшего. В своей речи он также отметил деканов самых активных факультетов и выдал им сертификаты. В свою очередь иностранные гости поздравили студентов и высказали свои искренние пожелания. Праздничный концерт продолжил студенческой постановкой. Талантливые учащиеся поставили свои мюзиклы, как «Байти рек», «Добро и зло», «Пробуждение земли», «Рождение семи круп», «Шелковый путь». Студенты исполнили народные танцы, чем восхитили зрителей. В рамках праздника Наурыз проводились национальные игры. Сотрудники университета, одеты в национальные костюмы, наливали Наурыз козже и угощали барсаками пришедших гостей. Веселые танцы завершили весенний праздник. Сегодня очень большой праздник, очень хорошая погода, дает нам хорошее настроение. Я очень рад, что имею возможность разделиться такой большой радостью, большим счастьем с нашим самым искренним другом, доверительным партнером Казахстана. Мы рады и гордимся, что имеем такого партнера, соседа. И после случая мы хотим пожелать всех больших-больших счастья, благ и надеюсь, что 2016 год станет годом исполнения всех ваших желаний. Пришла пора подводить итоги праздника Наурыз. На прошлой неделе стали известны результаты конкурса ЮРТ. Далее продолжит наш корреспондент. В казну широкомасштабно отпраздновали праздник Наурыз. Каждый факультет вступил в борьбу за звание лучшей юрты. Были определены призеры конкурса на лучшую юрту. Третье место разделил между собой факультеты журналистики, механика математики и школа здравоохранения. Второе место досталось факультету истории, археологии и этнологии. Первое место заняли Департамент по производственным и культурно-бытовым вопросам и Департамент экономики и бюджетного планирования. А гран-при получил факультет довузовского образования. Все факультеты, принявшие участие в данном конкурсе, были награждены благодарственными письмами, а победители получили путевку в оздоровительный комплекс Иссыкуль. 18 апреля в казну имени Аль-Фарабиев состоялась международно-научно-методическая конференция. Программа «Флагман. Языковая подготовка в формате уровневой сертификации». Подробнее в материале нашего корреспондента. Уже второй учебный год государственный образовательный проект США «Флагман» позволяет американским студентам получить возможность обучения казахского и русского языка в нашем университете. На факультете филологии и мировых языков по входящей академической мобильности обучаются студенты из Висконсина, Калифорнии, Орегона, Пентильвании и других. Как отметил первый проектор казну Мухаммед Калибур-Кидбаев, программу «Флагман» проходит очень успешно. Американские студенты посещают лекции, занимаются в учебной группе, слушают спецкурсы, ходят на производственную практику. Американские студенты проявили искренний интерес к изучению казахского языка и казахской культуры. Студенты понимают, что для них это прекрасная возможность, которая откроет им путь в большой мир тюркских языков и тюркской культуры. На конференции американские студенты исполняли песни на казахском языке «Кузыр Макараса» и «Солокас». Здравствуйте, меня зовут Конрад. Я из Америки, мне 29 лет и я немного знаю казахский язык. Я Лиза. Я тоже американка. Мы учимся в университете Аль-Фараби. Стоит ответить, что Айклс были инициатором и создателем популярной обучающей программы по казахскому языку. Для наговорящих были созданы две серии веб-курса из 11 модулей – «Central Asian New Broadcasts» и «Windows of Central Asian Culture». Веб-курс постоянно обновляется и совершенствуется. Благодаря этому веб-курсу почти 20 лет все желающие обучаются казахскому языку бесплатно. Казну высоко оценит усилия Айклс по поддержке казахского языка за рубежом и учебно-материальному обеспечению его изучения всеми, кому интересен казахский язык и его культура. Наш университет поддерживает политику трехязычия среди студенческой молодежи в современном обществе и показывает успешное внедрение трехязычного образования. Камиля Большимирова, Айдар Куртубаев, телеканал «Альфа-Раби». 13 апреля факультет журналистики провел День открытых дверей. Цель мероприятия – познакомить и рассказать учащимся школу о популярной специальности «Связь с общественностью». Далее в материале нашего корреспондента. Кафедра ЮНЕСКО международной журналистики и пиар раскрыла свои двери перед школьниками. Задачей данного мероприятия стало ознакомление будущих студентов с новой специальностью. Мы выяснили, что именно сегодня для нашей специальности очень важна работа с абитуриентами, выбравшими профильный предмет «Географию». Это является одной из причин проведения Дня открытых дверей нашей кафедры. Студенты подробно рассказали школьникам все об их будущей специальности. Преподаватели дали свои советы старшеклассникам и вели с ними беседу, приводя примеры из своей жизни. Набирающая обороты специальная связь с общественностью заинтересовала абитуриентов. Меня это заинтересовало, потому что я сам считаю, что нужно доводить до людей всю информацию о новшествах, осведомлять их о произошедших событиях. Появилась новая возможность получать образование за счет смартфонов. Будь то дома или в общественных местах, вы можете получать знания посредством мобильной связи. Подробнее расскажет наш корреспондент. 20 апреля был проведен мастер-класс на тему мобильные приложения образования по проекту Digital Life от медиа-тренера Назгуль Кожабековой. На занятии была представлена информация об обширных возможностях приложения пользования смартфоном. Было отмечено, что казахстанский проект мобильного образования Digital Life совместно с компанией KISEL и ивент-агентством очень удобен для использования журналистами. Тема нашего мастер-класса – мобильные приложения, способствующие получать образование людям самостоятельно. Любой, кто имеет в руках смартфон, сможет это сделать. К примеру, они могут получать онлайн-курсы крупных университетов в режиме онлайн, без помощи компьютера. Единственное, что необходимо – это смартфон и интернет. Факультет журналистики и литературное общество имени Мухаммеджана Сиральна проверили республиканский конкурс стихотворцев «Коктембр Лера». Далее в следующем сюжете. К 25-летию независимости Республики Казахстан кафедры печати и электронных СМИ факультета журналистики фондом науки и культуры «Тамш» был проведен конкурс стихотворцев, где приняло участие немало желающих. Одним из членов жюри был Акын, поэт и строил Сапарбай. Сегодняшняя работа и в общем то, что мы тут собрались в альбоматре знаний, меня очень радует. Открыл мероприятие декан факультета журналистики Сагапек Медиубек. Между конкурсами раздражали обстановку певцы. В завершении состязания победители были награждены денежными призами и благодарственными письмами. Лунара Канаш, Айдар Курдубаев, телеканал Альфа-Раби. На этом завершаются итоговые новости недели. Напоминаем вам, что вы можете смотреть нас в кампусах Козлу, корпусах факультетов и на видеохостинге YouTube. Подписывайтесь на наш канал Альфа-Раби-ТВ, ставьте лайки. С вами был я, Медербек Чингисхан. До новых встреч. Будьте всегда с нами. Альфа-Раби-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok